День молодёжи Все-таки я уже был молодым По новой классификации Ты молод будешь лет до 45 Спокойно, хорошо, юным Спасибо за комплимент В очередной раз вынужден произнести в эфире О том, что на сегодняшний день у нас метео предупреждение В городе объявлено, так что будьте осторожны На улицах Да, Витя? Я тебя не расстроила? Нет Хорошо, добрый день Начало 12 на часах Как обычно у нас 2 часа Впереди немножко слов о втором часе Форум молодёжной Иволга состоялся не так давно В Самарской губернии На молодёжи посмотрим На вторую часть Радоваться будем Там они так грандиозно выступили Наши ребята очень хорошо выступили В общекомандном зачёте СМИ сообщили о том, что третье место Они заняли Пять грантов Получили, в общем-то неплохие суммы 200-150 тысяч рублей С деньгами будем ждать, да? Ребята во втором части А вы действительно получили? Да, молодёжь с грантом А ну-ка получите А ну-ка покажите Вообще мы считаем, что этот вопрос очень важный Потому что все эти всего, что происходит Сейчас основа заговорили о молодёжной политике И вот очень интересно будет Последить, как государство Эту молодёжную политику Будет сейчас интерпретировать И как будто её внедрять Какими инструментами Кстати, молодёжный проект Иволга, кстати говоря, ты помнишь Иволга и создавалась, собственно говоря Сколько-то лет назад Пять лет назад, по-моему, да? Именно потому что тогда тоже Молодёжная политика была на остре Тоже были такие, знаешь, волнения, волнения И вот сейчас посмотрим, что Что вот нынче Юные, так скажем, люди Принесут сюда в эту студию Как они, что они расскажут Об атмосфере, царившей на Иволге Туда же приезжало правительство наше Практически все тупые Исполняющие обязанности И заместитель председателя И исполняющие обязанности Министра спорта и молодёжной политики У нас сейчас в студии находится, в общем, тоже Человек не пожилой Вполне себе относящийся К категории молодёжи Андрей Воробьёв Руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ-эксперт Эксперт региональной общественной палаты В вопросах ЖКХ Член региональной группы общественного контроля За ходом капремонта Андрей, добрый день Добрый день всем Как обычно, если Андрей присутствует в студии Сразу слушатели, настраивайтесь на серьёзный лад Мы будем снова говорить об очень непростых вопросах 211-101, собственно, вы тоже можете поучаствовать Если у вас по ходу какие-то соображения возникнут Либо вопросы И опрос есть на сайте и на нашей странице ВКонтакте Плату за коммунальные услуги в Кирове Вы считаете очень высокой, высокой, оптимальной, низкой Но, как и ожидалось, никто не говорит, что плата низкая Или даже оптимальная За ответ очень высокий проголосовало 57% Ответивших и высокий 43% 60% на странице ВКонтакте голосуют за то, что очень высокая плата за коммунальные услуги А вот давай с платы Всё-таки давай с платы С платы? Ну, по-моему, Андрей у нас комментировал уже эти вещи Про тепло Мы хотели сегодня поговорить Что касается опроса Что касается их, точнее, результатов То я не считаю плату за коммунальные услуги слишком высокой В среднем по ФО мы где-то в середнячках, да, Витя? Дело всё в том, что нужно повышать доходы населения А, то есть нужно развивать предпринимательское Чтобы не такой большой процент, да, из доходов шоу на коммуналу Да, это сообщество, то есть умешать льготы Создавать условия для ведения бизнеса Создавать рабочие места, то есть, да, чтобы было где работать И тогда плата не будет такой высокой И результаты опроса, может быть, изменятся И вот как раз очередной прецедент у нас возник на днях Новость, в частности, есть на сайте региональной общественной палаты Жители новостроя Кировских жалуются на то, что слишком много платят за общедомовые нужды Так, правильно? За содержание За содержание общего имущества Простите Терминология очень сложная Ну вот, ты знаешь, в этой сухой заметке от 21 июня Вот когда её читаешь, вот просто даже смотришь на неё Там, понимаешь, сплошная аббревиатура в каждой строчке Цифры и ссылки на какие-то там акты, законы, жилищный кодекс и прочее Ну вот человек непросвещенный Или там гуманитарий Не знаю Он когда видит такой текст, он сразу хочет закрыть эту страничку Убрать этот текст Я вчитывала с него так Ну, каждый абзац по три раза перечитывала Правильно ли я поняла сообщение Что жители до сих пор неграмотные Новостроек Ну и вообще Ну, мы сейчас в данном случае В смысле читать не умеют? Неграмотные В смысле жилищного кодекса Знания жилищного кодекса И многие не знают Что только по их решению Управляющие компании Могут там обслуживать их Выполнять какие-то общедомовые вещи То есть если вот жители не приняли решение Что им нужно отремонтировать это И сделать вот это То управляющая компания это делать и не может И не может начислять никакой тариф Исходя из этого То есть вот в начале года Или не знаю, когда сейчас нам пояснить, наверное, Андрей Должно быть общедомовое собрание Где должен быть утвержден список Тех вот дел, которые управляющая компания Имеет право и обязана сделать Что касается там, да Общедомового имущества И если в этом списке что-то нет То управляющая компания По собственной инициативе Без утверждения граждан Делать не может И то есть мы должны знать с самого начала Какой у нас будет тариф в этом году И какие там дела Сделает управляющая компания Ну, значит, все совсем не так Забудьте Чему вас учили Все забудьте, что сказала Светлана Смотрите, во-первых Слово тариф Это в жилищном кодексе Ну и вообще в законодательстве Применительно к содержанию Общего имущества в доме не существует То есть это старая Аббревиатура советского прошлого Это уже архаизм А чем нужно пользоваться? Отходить, а? А чем нужно пользоваться? Какой терминологии? Называется размер платы Это даже с точки зрения менталитета Уже это вселяет в жителей Такой механизм, что это фиксированная ставка На самом деле Секунду, секунду Итак, вот предложение первое Которое звучит в этом сообщении Жильцы новостроек Жалуются на навязанную сверху Муниципальный тариф За содержание общего имущества Нет такого понятия Нет такого понятия А откуда взялось на сайте Общественной палаты? Это написано как раз Для простых граждан Которые понимают Формулировку муниципальный тариф Вы сами нас вырислить в заблуждение Кто это написал? Это написал я Так Вот, но я это написал так Чтобы понимали В том числе и те люди У кого есть вот такая проблема Хорошо, идем дальше Итак, размер палаты И что не так с ним в новостройках? С ним все не так То есть, во-первых Как начинают дома Обслуживаться управляющими компаниями Когда дом сдается в эксплуатацию Как правило У нас так повелось в городе Застройщик У каждого застройщика Есть своя управляющая компания Которая каким-то чудесным образом После сдачи в эксплуатацию Начинают управлять домом И не на месяц Не на два А годами То есть, как это происходит Появляются в течение месяца После сдачи дома в эксплуатацию Протокол общего собрания Где собственники Большинством голосов Пришли на собрание Судя по данным протоколам Даже в очной форме То есть, собрались на улице Больше половины дома И проголосовали Вот, мы хотим, чтобы Эта управляющая компания Нашим домом управляла Управляла, выполняла работы А дом-то заселен уже при этом? Нет, конечно Там даже никто права собственности Не оформил Ремонты не сделаны Но все собрались И проголосовали Что вот данные люди Будут нашим домом управлять Это сейчас сказка такая получается При этом, что интересно Им даже не важно За какую плату Они в своем протоколе указали Что вот у них Это три вопроса В повестке Например, 21 января 2014 года Это сейчас по какому дому? Это по дому Заводская 6 Корпус 2 Ага, ну известный Жилой комплекс На берегу Ну я хочу отметить Что не только этот комплекс Есть И Поленина 190 Корпус 2 Другой застройщик И чистые пруды То есть таких много Это комплексов Разные застройщики Разные новостройки Они там просто проголосовали Что мы хотим Чтобы данное лицо Управляло нашим домом Без согласования Объема работ Без согласования Размера платы Как надо правильно Говорить То есть Управляйте нашим домом Вот мы проголосовали И получается так Что Плата-то появляется Не откуда-то Не по решению собрания А из постановления Администрации Города Кирова Как это? Вот Это и стало предметом Нашей общественной проверки Да Это в рамках Общественного жилищного контроля Что мы увидели Что данный тариф Да Как его любят называть Муниципальный тариф Применяться в данном случае Не может Вот Исходя из нашего Действующего законодательства Если Собственники На общем собрании С управляющей компанией Не согласовали Этот размер Платы Да Или перечень работ То договор между ними Считается недействительным То есть Снова нужно собираться Эти вопросы решать Или выбирать Другое лицо А кто собственникам Представляет Этот В кавычках Муниципальный тариф Управляющая компания Или администрация города Администрация города Здесь В данном случае Вообще Не играет Никакой роли Она эти тарифы Утверждает совершенно Для других нужд Эти тарифы Применяются Для так называемого Непосредственного управления То есть Есть еще у нас Такой способ Для домов Где меньше 30 квартир Вот Данные Размер платы Что у них появляются Уже непосредственно Ну это Ну это Как правило Для способа Непосредственного управления Такие Мой дом Да Где меньше 30 квартир Мне начисляют Исходя из тех тарифов Которые администрация города Установила Если у вас Непосредственного управления То есть СЖ Нет Нет Там совершенно другое Я ничего не понимаю Вы что-нибудь поняли Или запуталась Давайте подышим Немножко Полминутки И наши слушатели Тоже передохнут Мы вернемся скоро Продолжается дневной разворот Светлана Занько Владимир Сметанин Наш гость Андрей Воробьев Руководитель автономной Руководитель автономной Некоммерческой организации ЖКХ Эксперт Эксперт Сообщественной палаты Кировской области Так Давайте перезагружаемся Давайте мы вернемся К тому С чего начинаем Все-таки Новостройки Новостройки Не только вас Это очень легко Как оказывается Запутать мне мозги Конечно мне тогда просто Прийти к управляющей Или кто ко мне пришел С управляющей компании Сказать Да Вы профессионалы Решите за меня все Пожалуйста Я ничего не понимаю Давайте на теме новых домов Все-таки остановимся Да и так Вот Андрей рассказывал Что застройщик У него своя компания То собрание Которое мы рассказывали Естественно Его на самом деле Не было Непонятно все это Откуда появилось И Народ то на что Начинает жаловаться Впоследствии На Тот высокий тариф Где Не производится Работы На всю эту сумму То есть вот у нас Это вчера состоялась Встреча С активом Данных домов Заводская Заводская Шесть корпус Два Корпус один Вот Мы пообщались Оказалось что за 2016 год С этого дома Было собрано 4 миллиона 600 тысяч рублей Вот именно на Обслуживание На содержание Да Дом новый Еще раз Дом новый 4600 4600 4600 Я бы нашел Им применение Да Вот И соответственно Управляющая компания Тоже нашла Этому применение Судя по их отчету Копейка в копейку Эти деньги Израсходованы Но тут Сомнений нет Что они Израсходованы Это вопрос Куда и на какие Нужны Какие статьи Да Вот И поэтому У них возникают вопросы Зачем такой высокий тариф Для такого нового дома Секунду Значит сколько лет Этому дому На заводской Ему 3,5 года 3,5 года В год собирается 4600 4 миллиона 600 Они отчитались Управляющая компания На что эти деньги ушли Они не отчитались На что эти деньги ушли Они отчитались Что эти деньги потрачены В полном объеме Без показа Собственно Конкретно Куда они были Куда они были расходованы 4 миллиона 600 В новом доме Были израсходованы За год Имеет собственно И потребовать Чтобы ему полную Раскладку дали На что эти деньги Нет Как это Так законодательство Предусмотрено Что Предполагается Что это самостоятельная Хозяйственная деятельность Управляющей компании То есть Есть какой-то Минимальный Объем информации У нас предусмотрен Стандартом раскрытия Да У нас утверждено Постановление Там да Там они покажут Что вот Мы потратили 2 миллиона На услуги управления 2 миллиона На содержание Что такое услуги управления Зарплата Услуги управления В том числе Это зарплата Это там Начисление квитанции Заключение договоров С ресурсно-сообщающими Организациями Ну и так далее Но вот эта статья управления На 2 миллиона Она уже дальше Не раскрывается Некая тайна Ну и соответственно Мы понимаем Что если из этих Все обязательные затраты Все зарплаты То на мой взгляд Своего счета На капитальный ремонт Чтобы отдельно Копить Дом большой До 5 лет Ведь не платятся Это для тех домов Которые были сданы В эксплуатацию С декабря 2015 года Вот То есть Они еще как раз попали Что сейчас платят Региональному оператору Вот И соответственно Этими вопросами Не занялись То есть Тот актив Те инициативные Собственники Тот совет дома Прошу заметить У них предполагается Этот совет Из 15 человек То есть Это достаточно Да Это достаточно большой актив Вот И этими вопросами Они будут заниматься То есть Основной вопрос Это снижение тарифа У них сейчас стоит В общем Жизнь в нужде Да Людей Обратить на это внимание Там люди молодые Заезжают Активные Не обязательно Поэтому 15 человек На заводской В основном молодые семьи Поэтому Семьи С детьми И поэтому Такие они активны И вот они решили Что это много Они создали актив Они к вам обратились И каким образом Они смогут Отстоять свои права И понять действительно На что ушли деньги Как они могут Например Сказать Что Ну какие подтверждения Там что завышенный Был тариф Потому что Они не видят Расходования Этих денежных средств На доме Куда они уходят Что они будут делать Теперь Они сейчас будут Значит Вести диалог С управляющей Организацией Они должны Определиться Какой объем Работ Какой перечень Работ Их периодичность Их стоимость Будет осуществляться На доме И соответственно На основании этого И получится Размер платы То есть Они утверждают Сейчас план работ На будущий год Что им нужно И они заранее Должны будут В этом плане Работ Указать Какие суммы Пойдут На эти работы И исходя Из этих сумм Будет начисляться Плата Да Совершенно верно То есть Нужно Провести Обследование В доме Силами Силами Управляющей Компании Определиться Какие работы Будут сделаны Доказать Что их нужно Сделать Их осметить И соответственно Вывести цифру Которую будут Они платить Ежемесячно С квадратного метра А пока Они платят Вот те самые 21 рубль 28 копеек Да И кстати Прошу заметить С 30 квадратов 600 рублей Получается Да Получается Что так 600 больше Да Ну на самом деле Город Здесь вообще Не имеет права Вмешиваться В отношении Между собственниками И управляющей Компанией Вообще Не имеет права Потому что Если Домом Управляют Управляющие Организации Они должны Сами договариваться Если Не договорились То соответственно У них Никаких отношений Не может быть И этот тариф Не может применяться То есть Управляющая Компания Не может Ссылаться На этот тариф Никаким образом То есть Здесь Они схитрили Они не поставили Собственников В известность О том Какими Там Какие шаги Они должны Принять Начисляемую Плату И взяли Размер Платы Который Предусмотрен Для домов С прямым Управлением О чем Мы раньше Говорили Где меньше 30 домов То есть Это Откровенное Мягко говоря Лукавство Вранье А вот За это Наказывают Интересно Вы понимаете Такая есть Неоднозначная Практика У нас Это в судах Что Бывает Что нормы Которые у нас Написаны В законах Читают Прямо Суд Может Тоже Прямо Прочитать Да То есть Нужно Читать Системно Потому что Законодательство Большое И сложное Вот если Прочитать Системно То Эту плату Нельзя Применять Если Прочитать Прямо То Можно В данном Случе Как суд Поступил Если бы Обратились К нему Жители Так как У нас Это срок Кисковой Данности По такому Вопросу Три года То Суд Должен признать Данный договор Управления Ничтожным В силу того Что Не Не были Определены Существенные Условия Данного договора То есть Люди Заводской Могут Сейчас Обратиться В суд И за Все эти Три года Когда они Платили Эту плату Да Потребовать Ее пересчета Нет Нет Это деньги Им никто Не вернет Но Будет решение Суда О том Что Данный договор Ничтожный И Почему Это приведет Это приведет К тому Что Собственникам Нужно Будет Либо На общем Собрании Провести Его И выбрать Другую Управляющую Компанию Начинать Сначала Либо Не делать Ничего И тогда Администрация Города Проведет Конкурс Где Будет Выбрана Разве Для этого Суд Нужен Ведь Разве Собственники Не могут Любой Момент Принять Решение Об этом Речь Конечно Здесь Суд Это Долго Дорого И В данном Случа Неэффективно Вот То есть Собственники У них Достаточно Высокий Актив Вот У них Достаточно Хороший Совет Дома Да Сейчас Собрался То есть Они Вполне Эти вопросы Могут Сами решить Насколько Эта ситуация Распространена Да Типично Во всех Новых Районах Во всех Новых Домах Ну вот Те примеры Которые Я привел В начале Передачи Она существует Чистые Пруды Да То есть Это Ленина 190 Корпус 2 Заводская Чистые Пруды То есть Там Эти вопросы Остро Стоят Но Как правило Эми Начинают Заниматься Уже Спустя Три Четыре Года Когда Уже Видят Что Доходы Не соизмеряются С той цифрой В платежке Которая А то еще Так классно За это время Пока Никто Еще Половина Не заехал Ремонты Идут Вот Особо Не пожалуешься Что ты скажешь Управляющей Компании Почему у нас Грязь Подъезд Почему у нас Тут Вот это Содержание Было Да ведь Андрей Да И Это случаются Такие Это курьезные случаи Когда Контрольные органы Данные протоколы Общих собраний Которые Спустя Две недели С момента сдачи Дома в эксплуатацию Признает Действительными Да Действительно Там все Проводилось Все нормально Причем Ссылаются На информацию Подделанные По большому счету Документы Признают Да И в то же время И в то же время Настоящая Протоколы Где На каждого Собственника Был отдельный Бюллетень Изготовлен Признают Действительными А как это так Вот такой Избирательный подход Интересно Да То есть нету Четкой На мой взгляд Позиции И Однозначного Права применения К этим вопросам Вот я думаю Здесь это стоит Задуматься Над Над повышением Качества Работы контрольных органов А желание-то у них есть Вообще Кто контролирует Ревение-то есть Кто контролирует На ваш взгляд Она контролирует Государственная Жилищная инспекция По Кировской области А надзор Осуществляет прокуратура Я хочу заметить Что прокуратура Тоже не всегда согласна С решениями Данного органа Да А к жилой инспекции Вообще много претензий? Ну вот Какие они? Те жители Которые приходят Ко мне Достаточно много На что жалуются? Ну допустим Сегодня у нас Состоялось Заседание В арбитражном суде Кировской области Одно из товарищ Собственников жилья Ко мне Пожаловалось На то Что государственная Жилищная инспекция Закрывает Специальный счет На капитальный ремонт Как это так закрывает? Не она его открывала? Да Им не понравилось То что Жилищная инспекция Не понравилась Да Жилищная инспекция Не понравилась То что Собственники Единогласно Все В доме Приняли решение Раньше Установленного срока Напомню Что программа По формальным причинам Да Эта программа Была У нас принята В марте 2014 года Они провели Собрание В августе 2014 года Но их дом По какой-то ошибке Или по какой-то причине Включили лишь Там В 15-м году В областную программу И жилищная инспекция Посчитала Что слишком рано Приняли Ваш дом Еще не был Включен в программу А вы уже приняли решение Накапливать На специальном счете Вот Но сложившаяся Судебная практика Это как оказалось Дает право Собственникам Открывать Специальные счета С 25 декабря 2012 года Да Это когда были Жилищная инспекция Не в курсе была Что ли Простите Вот я не знаю Это в курсе или нет Но Мы предоставили Судебную практику Вот Ну У них свое мнение Вот сегодня Привлекли к этому делу Администрацию города Кирова Как третье лицо Фонд капитального ремонта И вот 15 августа Будет уже профессиональное Судебное разбирательство С участием всех сторон Вот Я надеюсь Что суд Это пример Мне кажется Довольно веский аргумент Это будет прецедент В Кировской области Приводите в практику судебную По стране Да Мне кажется Это серьезный А что значило бы Закрытие этого счета Для граждан В общем хотел бы Для собственников Да Это им уже Жилищная инспекция сказала Что верните все деньги Фонду капитального ремонта Те которые вы 350 тысяч накопили Верните все фонду капитального ремонта Отдайте На каком основании Отпростите меня Собственники Ну в общем Приняли решение Платят деньги Накапливают их Никуда не потратили Ни копейки Все на счете лежит Все подтверждается Платежная дисциплина На самом высоком уровне На основании чего Должны переводить В фонду капитального ремонта У них 1,8 миллиарда На счете есть Не могут потратить В фонду капитального ремонта Да Я не понимаю этого Соответственно Это суды А в других регионах С этим вопросом Разобрались И встали на сторону ТСЖ 15 числа Будет решение Мы последим Я думаю Что вы напишите Об этом Конечно Реклама у нас сейчас будет После которой мы поднимем Еще одну немаловажную тему Тему тепла Сезон отопительный Как известно Вот-вот Платы за тепло Платы за тепло Оплаты да Отопительный сезон Как известно Только-только завершился Мало того что нам холодно Мы еще и деньги теряем И вот-вот надо его уже начинать И что там будет Вот об этом поговорим Одну копейку Может составлять Размер платы За содержание Общего имущества Как мы выяснили В перерыве Сказал Андрей Воробьев Если так решат жильцы Да Потому что у нас В законодательстве Установлено Что нужно Определить порядок Изменения Этой платы Не фиксированную Ставку Допустим 15 рублей Квадратный метр Порядок изменения То есть вот На доме Произошло что-то Там например Потекла крыша Или обвалилась А плата фиксирована А если Собственники Это в договоре Установили Порядок изменения Этой цены То за определенную Плату Управляющая компания Ремонтирует Это Смету согласовывать С представителем Севета дома То есть в течение Года И потом включая Там фитансую Например В течение года Если возникла Необходимость У тебя в договоре Это написано Что по мере Необходимости Могут собственники Жилья Общим решением Еще дополнить На какой-то проект То это можно делать А каждый месяц Можно менять Вообще Каким-то общим собранием Ну каждый месяц Собираться и решать Так ребята Вот сколько мы В этом месяце По 5 рублей Можем Можем В следующем Что-то случилось По 20 можем У нас эта плата Устанавливается на год Но вот этот порядок Ее изменения Можно как раз В договоре прописать То есть грубо говоря Поставить 1 рубль Или 1 копейку Как вам это больше нравится Для красного словца Как говорится Остальное все сделать По необходимости То есть если новый дом Ну зачем там платить По 21 рублю С квадратного метра Когда можно сделать Чуть поменьше А если какие-то Необходимые работы Возникают Уже по фактической оплате А с другой стороны Тебе необходимость возникла Это бац И сразу большая сумма Тоже не очень удобно А это все прописывается Это можно Равномерными платежами В течение года сделать И так далее Как вы договоритесь То есть это все По соглашению Важно считать самим Каждому Собственному считать 10 минут до конца Еще одна тема Оплата тепла Отопление В наших квартирах Буквально неделю назад Свой кировский Выдал такой материал Очень серьезный Там давал свои комментарии Андрей Воробьев Молитесь о теплой осени Как рекордно длинный Отопительный сезон Аукнется в платежках Жителей нашего города Мы сейчас напоминаем Что с 1 сентября этого года У нас будет новый порядок Оплаты За тепло Так? Давайте по порядку Андрей Пойдем Ну это хотелось бы заметить Что это в том году Активно эту тему Поднимали Очень многие Заинтересованные лица И ресурсоснабжающие Организации Тут подзаглохло В последнее время Но надо поднимать Общественность Мы очень сильно надеялись Что летом этого года Органы местного самовыправления В том числе администрация Города Кирова Будет проводить Разъяснительную работу Или хотя бы Нарезать пресс-релизы О том что Жители города Кирова Имейте ввиду Что с 1 сентября Город Киров И остальные муниципальные Образования Кировской области Переходят на фактическую Плату по отоплению Вам грозит это Чем Что Давай же не будем пугать Грозит Ну на самом деле Это грозит То есть Летом Людей нужно готовить Что если у вас Сложная финансовая ситуация В материальном плане Да то Летом Вы можете потихоньку Откладывать Там по 1000 рублей Например Каждый месяц На отопление Зимой 2017-2018 года Потому что Платежи В декабре Январе Месяца Могут быть В полтора раза Примерно Если не в два Выше чем сейчас Ну то есть В декабре Январе Прошлого И соответственно Этого года Да Соответственно Жители Нужно к этому Готовить И объяснять Что сейчас Меняется порядок Оплаты За отопление Давай напомним Суть Суть была в том Что в 2012 году Распоряжением Департамента Еще тогда Жилищно-коммунальное Хозяйство Было принято решение О том Что Кировская область Переходит На равномерную Оплату по отоплению Или так называемую По одной двенадцатой В течение года Каждый месяц Ты платишь равномерно За тепло Да В связи с этим Встало очень много вопросов В том числе Корректировки Наши любимые Которые приходят В январе Феврале месяце Приличная сумма По 5-10-20 тысяч рублей Это непрозрачность Начисления В том числе Ресурсоснабжающие организации Недополучают Вовремя Денежные средства Которые В дальнейшем Идут на ремонт Этих же сетей Вот И соответственно Вот эти все факторы Ну может быть Еще какие-то другие Способствовали Принятию решения Уже действующим Министерством строительства ЖКХ О том что Мы переходим На фактическую оплату То есть нужно платить По факту Как мы сейчас платим За электричество Сколько по счетчику Нагорело Столько заплатили За газ За воду Вот ключевое слово Прозвучало Счетчик Общий домовой прибор Учета Да Должен иметься Да Здесь это естественно Имеется ввиду Что это в основном Это коснется тех домов Где установлены Общий домовой прибор Учета А их Вот в общей массе Сколько процентов Это большинство Меньшинство Ну это по моим оценкам Это порядка половины В Кировской области Муниципальное образование Город Киров Повыше Может быть процентов 60-70 Где установлен Общий домовой прибор Но еще это все равно Ситуация далека От идеала Идеала Вот потому что Например По электрической энергии Да Высокий процент По воде Вот Еще выше процент Вот Поэтому надо К этому стремиться Но мы понимаем Из-за чего такая Ситуация Потому что стоимость Данных приборов Учета Очень высокая То есть Грубо говоря От 100 тысяч и выше Итак Жители домов Где установлен Общий домовой прибор Учета Поставляемого тепла Они в квитанциях За сентябрь Да Которые придут в октябре Что увидят В строке отопления Ну они там могут Вообще ничего не увидеть Вообще ничего не увидеть Да Это все зависит от того Когда начнется Отопительный сезон Если отопительный сезон Начнется Ну предположим В конце сентября он начнется Если в конце сентября начнется То там будет Очень незначительная оплата Как раз за фактическое потребление Вот этих нескольких дней В сентябре То есть Это грубо говоря По 50 рублей Это в октябре Они увидят Плату за отопление Так Который придет в ноябре За октябрь Это уже зависит От того Какая будет температура Среднесуточная в октябре Вот Если она будет низкая Да Как вот у нас Такое лето Да Это прекрасное в кавычках То соответственно Плата будет Примерно На уровне Августа Этого года Июня Июля Августа То есть они одинаковые То есть примерно такая Так Дальше Столбик термометра опускается Столбик термометра опускается А плата за отопление Увеличивается То есть в ноябре Повыше процентов На 30 В декабре Может быть уже до 50 Процентов От октября Повышение Вот Ну соответственно В январе Примерно такая же Или чуть выше Все зависит опять же Какие будут холода Если аномальные Как это зимой То Может быть еще выше Ну и потом Соответственно Будет опускаться По мере приближения К лету 2018 года А то что Отопительный сезон У нас завершился В начале июня Это Фактором каким-то Скажется Ну Здесь сложно сказать Это здесь больше Зависит От того Какая будет Температура Нужного воздуха Вот В новом Отопительном сезоне Потому что Из этого И будет складываться Корректировка В начале Следующего года Конечно Продолжительность Отопительного сезона Скажется на том Что плата Будет выше И причем Не просто плата Мы в будущем Понимаем Что и тариф За тепловую энергию Тоже будет расти Чуть быстрее Потому что Сейчас Ну точнее Не сейчас А вот в мае Когда температура Была пограничная Ближе К плюс К плюс восьми Плюс восемь Среднесуточная В течение пяти Что у нас Органы местного Самоуправления Принимают решение Об отключении Отопления При наличии Условия Когда в течение Пяти дней подряд Среднесуточная Температура Опускается ниже Плюс восьми Вот И это первое решение Напомню Александр Викторович Перескоков Принял Незаконно Это потому что Я это почувствовала На себе Да Потому что Такое условие Не было выполнено И они Это в конце мая Когда было Да И они ссылались На то что Было пожелание Жителей Общественников Но на самом деле Были там Другие пожелания Какие? Были пожелания Ресурсоснабжающей Организации Побыстрее Приступить к Гидравлическим Испытаниям Соответственно Это решение Было отменено И Теренецк И причем В отмене Этого решения Написано Что Это все Это последствия Которые Были проведены Считать Ненаступившими Что за формулировка Какая-то Ну это Это такая Сложная Юридическая формулировка Которая говорит о том Что Что вы сделали Этого не надо было делать Но управляющие компании Могли перекрыть Уже задвижки Кто музыку начал слушать У нас Это случайность Неуважение к гостю Нет И Соответственно Те работы Которые были выполнены Их в принципе Вот эти затраты Можно было бы Это вообще предъявить Это к администрации Города Киров Вы Такие решения принимаете Мы несем Издержки Затраты Кто их будет оплачивать Если Через 5 дней Мы снова должны делать Все то же самое Или еще больше То есть Это не совсем Здесь правильно И как минимум Должно было быть Какое-то Может быть Не извинение Конечно Может быть Какой-то пресс-релиз О том Что ошибочно Что действительно Не наступило Это условие А вот сейчас Наступило Сейчас давайте Пожалуйста Снова Все отключайте И приступайте Гидравлическим испытаниям Так минута у нас остается Я хочу сюда вернуться На самом деле Андрей сказал о том Что где информационная Эта работа Почему людям Не объясняют Что у нас новый порядок Плата за отопление Будет введен Где Чиновники На сайте Городской администрации На сайте Городской администрации Самый посещаемый ресурс У нас В городе Ты же начинаешь Свой день С того Что в сайте Городской администрации Ну В зависимости от настроения Понимаешь Я совершенно согласна В этом вопросе С Андреем Воробьевым С информационной работой Часто бывают Завалы И не только У городской администрации И поэтому Вопросы действительно Нужно говорить Уже сейчас И как можно Больше И чаще Ну пускай Общественная палата Поднимает вопрос Мы эти вопросы Еще будем поднимать И Это все равно Будем доводить Эту информацию До жителей Я бы очень хотел Чтобы не получилось Я думаю Очень много бабушек Будет Просто вот Задачена осенью Я думаю Очень много И не только бабушек Это потому что Доходы населения упали Я думаю Что и средний класс Тоже будет этим Очень сильно обеспокоен Я очень хочу Чтобы не получилось Это лето Как в Иркуте Да Потому что у нас Лето холодное Это где Июль-август месяц Это считается Самым холодным В Иркуте мы имеем ввиду В Иркуте Не пугайте Именно в Иркуте Потому что там Отопления нет И все ветра И температура воздуха Наружного Очень низкая Это все Продувают Эти все дома И там температура Держится порядка 15 градусов Там люди В жилищах В август Просто замерзают Вот поэтому Из Воркуты В это время Все едут в санатории В Кировскую область Нижнеевкино И так далее Ну или еще куда-нибудь Там подальше на юг Мы еще обязательно Предупредим Я думаю не раз Наших слушателей О том Какие платы За ЖКХ Их ожидают Какие изменения В этих платах Ожидают их Спасибо Андрею Воробьеву Руководителю Автономной Коммерческой организации ЖКХ-эксперты Эксперты общественной палаты За то что приходят И рассказывают об этом Ну а 15-го числа Когда состоится суд Вот по заводской Я так понимаю Да по вопросу Не по заводской Это подрелевского 16-я Да Мы обязательно На своем сайте Ну с вазкой 16-я Разместим Разместим пост Андрея Я думаю что вы там Все опишите Да конечно Спасибо Спасибо Мы не прощаемся Будем ждать молодежь Через 20 минут Спасибо